Всем привет! Европейский Союз до сего момента не готов понять, что Россию невозможно заставить прогнуться. Но Европейский Союз мечтает заставить российские банки сообщать информацию об активах Центрального банка России в рамках последнего пакета санкций против Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложений. Получение контроля над Банком России и других государственных активов, находящихся под санкциями, рассматривается как первый шаг к изучению вариантов потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины. Европейская комиссия также предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями, и физическими лицами, находящимися под ограничениями, и предложила наложить штрафы до 50 тысяч евро для физических лиц, и до 10% годового оборота для юридических лиц. Последний пакет мер также ведет обширные торговые ограничения на товары, используемые российскими военными, включая технологии, компоненты, тяжелую технику, электронику и редкоземельные элементы. Также предложено запретить транзит товаров через Россию, чтобы снизить риск нарушения санкций, и ввести ограничения на ввоз в Евросоюзом российского каучука и асфальта. Под санкции также могут попасть Альфа-банк, Росбанк, Тиньков-банк, а также Фонд национального благосостояния России. Предлагаемые меры будут обсуждаться государствами-членами на этой неделе, и могут измениться до утверждения санкционного пакета. Для принятия санкций Евросоюза, необходима поддержка всех государств-членов ЕС. Друзья, канал нуждается в вашем внимании, финансовая поддержка очень выручит нас. Реквизиты в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok